Добрый вечер! Как всегда в это время объектив позициям в студии Юрий Борщ. Сегодня речь пойдет о нездоровом бизнесе. Сейчас мы более детально со всем этим ознакомитесь. Хочу представить наших гостей в студии. Это директор общественной организации «Народная инициатива», представитель Международного комитета защиты прав человека Александр Амстиславский, а также преподаватель Международной академии управления персоналом доктор философии Богдан Раченко. Добрый вечер, господа. Мы сегодня будем говорить о ситуации на фармацевтическом рынке, конкретно о покушении на Александра Даровского и о том, быть может, при деле собственности. То есть ситуация, это Харьковская наша компания. Все харьковщане об этом знают. Компания, которая заслужила доверие у потребителей. Но существуют различные подводные течения, подводные камни, которых мы не знаем, не знают и руководители, потому что следствие продолжается. Ответов на эти, на то, кто же стоит за покушением господина Даровского, нет. Давайте сначала посмотрим сюжет, а потом вернемся в студию для обсуждения этой темы. Вечером 5 июля на улице Гризодубовой 54, это частный сектор Киевского района, произошел взрыв в автомобиле Ауди. В машине находились три человека, один из которых гендиректор фармацевтической компании здоровья Александр Даровской. Все получили незначительные повреждения. Около автомобиля находилось трое потерпевших, водитель, охранник и генеральный директор компании здоровья Александр Даровский. Как они сообщили, перемещались по улице и прогремел взрыв в задней части автомобиля. Александр Даровской возглавляет компанию здоровья с 2002 года. В 2014 баллотировался в народные депутаты по 169 округу. Выехала патрульная полиция, которая находилась рядом с местом происшествия. Установила, что действительно на месте находится деформированный автомобиль и трое людей в состоянии шока. Прибыла следственная оперативная группа, руководство главного управления национальной полиции. Как сообщил Бех, в автомобиле обнаружили воронку и взрывное устройство неизвестного типа, части которого изъяли следователи. Следующие действия продолжают. Потерпели в наданную медичную допомогу. Допытаны они. Призначено ряд соответствующих экспертиз. Сейчас проводится качественный огляд в месте подъя. Уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство». И в фармкомпании, и сам Даровской от комментариев по данному происшествию отказываются. Мы в студии «Объектив позиции». Попытаемся с нашими экспертами сегодня эту ситуацию более детально рассмотреть. Итак, у нас был запрос нашей медиагруппы «Объектив» в Главное управление национальной полиции в Харьковской области. И вот что нам ответили. На сегодняшний день следствием рассматриваются четыре версии, которые охватывают сферы жизни и деятельности пострадавших. В том числе связанные с правительственной деятельностью Александра Даровского. В порядке статьи 222 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставить другую информацию о состоянии подсудимого уголовного производства не представляется возможным, поскольку разрешение может негативно повлиять на установление истины по делу. Ну, в общем, следствием, где отрывают, толком ничего никто не объясняет. Давайте, чтобы не только я один говорил, вы по очереди скажете, как ваше отношение к этой ситуации, которая возникла, и к тому, что два месяца прошло, а полиция до сих пор не установила личность злоумышленника. Ну, мы, в принципе, привыкаем в стране, у нас резонансные преступления остаются без ответа, но, тем не менее. Давайте Богдан Игенчиков, специалист по уголовному процессуальному кодексу, он прокомментирует. Я слышал ваши комментарии относительно того, вашего запроса со стороны журналистов в управление национальной полиции, ответ, в принципе, достаточно краткий. Следственные действия отрывают. Ну, насколько видно из репортажа, который мы просмотрели здесь в суде, видно, проводились следственные действия, в первое очередное, это осмотр места происшествия. То есть, видно, что какой-то ряд мероприятий с учетом следователей, криминалистов, был проведен. Ну, насколько я веду, осмотр места происшествия является, безусловно, самим следственным действием. Поэтому сбор каких-то данных, сбор остатков каких-то, возможно, фото-видео фиксация какая-то есть в данной улице, которая была названа, где произошло это событие. В дальнейшем, я так понимаю, ну, насколько требование уголовно-процессуального кодекса отработать четыре версии, на которые есть, и эту каждую версию должны, безусловно, тщательно проверить путем. Скажите, два месяца – это срок какой? Маленький, большой, средний? Для такой категории преступлений это совершенно не срок, потому что каждая из этих версий является существенной. За ними стоит кропотливая работа оперативно-исследственных, будем так говорить, работников. Более того, для того, чтобы это было надлежащим образом закреплено, с точки зрения, как доказательства, надо получить ряд разрешений судебных инстанций на проведение каких-то негласных мероприятий. Поэтому сказать, что это, в общем-то, с точки зрения следствия, наверное, это обыденно, конечно, для человека это считается длительный срок. Ему хотелось бы, чтобы преступление было раскрыто, но немедленно, это понятно, с точки зрения обычного гражданина. Но с точки зрения профессионала, я вам скажу, что это совершенно не срок. Для качественного расследования, если оно в дальнейшем будет перспективно суду, потому что не нужно забывать, что лицо должно быть, прежде чем оно будет признано виновным, оно должно быть признано именно судом и судом. Надо дать доказательства. Доказательства должны быть веские и убедительные. Добыты они должны быть законным образом. Недаром Богдан Евгеньевич сказал, что, например, ряд доказательств можно добыть только по решению суда. Поэтому действительно бывают патовые ситуации, когда фигуранты известны, и их доказательства якобы налицо, мы эмоционально воспринимаем, что вот все уже можно брать. Но на самом деле брать нельзя, потому что поспешные действия могут привести к тому, что основные заказчики преступлений, и судебная практика это доказывает, просто уходят от ответственности. Именно из-за того, что либо доказательства были собраны незаконным путем, либо они не были собраны вообще, либо, допустим, исполнитель начал указывать на заказчика, и это не было принято судом как веское доказательство. Ну вот одна из таких версий, например, наши журналисты тоже занялись небольшим журналистским расследованием. Сразу задаешься вопрос, кому это выгодно, да, и тут как не вспомнить о тех судебных тяжбах между компанией «Аздоровье», руководителем которого является Даровской, господин Даровской, и компанией «Дарница». Есть очень много вопросов по этой теме, есть ряд судебных дел, которые связаны с две компании, близкие по объемам производства, тут даже ей говорят о том, что здоровье может вырываться на третье место в отрасли после компании «Фармак» и «Артериум», догоняя «Дарницу». В общем, тесно стало на рынке, начали судебные тяжи по названию препаратов и так далее. То есть, насколько вот такая версия, ну, у нас в стране, как вот ваше мнение, просто хочу услышать, это может быть бизнес-разборками, когда сильный конкурент вытесняет слабого и цель запугать, потому что говорят, что и сила взрыва, она была направлена не на то, чтобы человека устранить, да, а то, чтобы это было просто как факт психологического давления. Ну, давайте я вам поясню, бывает эмоциональное восприятие события, бывает профессиональное восприятие событий. Я хочу напомнить о событиях, которые произошли после этого. Да, 17 июля он ушел в отставку, но не в отставку, его избрали председателем наблюдательного совета, он пошел как бы на повышение, а наблюдательный совет, он приравнивается к высшему органу управления наравне с общим собранием. И первым замом его остался, то есть генеральным директором остался его первый зам. То есть компания, наоборот, еще больше укрепила свои позиции внутри и ни о каких поступках, как я понимаю, речи быть не может. Быть может мотивации этих людей, которые стоят за этим покушением, это была, быть может, личная какая-то месть, потому что чисто эмоционально. Вот я что-то докажу, что-то запугаю, вот, не знаю, при этом, каком-то, может быть, состоянии таком, аффекта, или как-то можно объяснить. Ну, не аматор-взрыватель это делал, то есть, да, есть три, просто существует... То есть, если холодный расчет, если принимать во внимание холодный расчет, даже если, не дай бог, был бы устранен главный конкурент, но это же не в компании устранили. Компания устраняется через банкротство компании, наверное, таким образом. Ну, или банкротство, или изменение политики компании, то есть, в любом случае... Кстати, все эти причины, и бытовые, и бизнес, и политика, это все связано в один узел, к сожалению. Наверное, нужно искать тем, кому это выгодно, и почему-то, ну, вот, наша съемочная группа тоже приходит к выводу, к тому, что все-таки нужно искать, прежде всего, и заказчиков в нашей стране, наверное. Может быть, это первая версия. Богдан, все-таки вы сказали, что два месяца – это вполне нормальный срок для расследования. А когда, ну, два месяца, которые прошли, сейчас трудно судить о каких-то таких уже... подводить какую-то черту. Ну, мы же ведь не знаем, какие на сегодняшний день орган следствия наработал версии. Более того, вы говорите, каждая из этих версий, она для следователя, будем так говорить, для фигуры, которая... Ну, равнозначная. ...несет всю ответственность. Они равнозначные, и каждая из них должна надлежащим образом быть отработана для того, чтобы отставить ее в сторону. У меня такой вопрос. С какого промежутка времени, с какого срока можно говорить о том, что прокуратура затягивает специально, или хотя бы подозревать о том, что правоохранительные органы затягивают следствие? Когда проходит, там, быть может быть, четыре месяца, полгода, год, когда уже по всем объективным показателям, что можно проработать все версии, можно говорить о том, что... Я почему говорю об этом? Потому что, опять возвращаясь к вот таким нападениям на руководителей фармацевтических компаний, в 2009 году неизвестный стреляет в генерального директора компании «Фармак». Подозреваемые в нападении Виктора Зубрицкого нашли через несколько месяцев. Он оказался знакомым руководителя Дарницы. Проследел два с половиной года под следствием, вышел от подписки о невыезде из-за решения нового судей и выехал из Украины. И, по имеющимся данным у СМИ, он находится в Крыму, следствие затормозилось. И вот поэтому такие возникают версии. Так с какого промежутка времени можно уже судить о том, что прокуратура, там, нацполиция умышленно затягивает процесс? Вы знаете, я являюсь адвокатом, который выступает со стороны как обвиняемых, осуществляет защиту, так и потерпевших. И сказать о том, что вот, допустим, шесть месяцев или год это является тем сроком, в котором можно говорить о затягивании, наверное, будет непрофессионально. По какой причине? Потому что отрабатывание версии, к сожалению, это не перебирать, допустим, бумаги из стопки в стопку, это все-таки отрабатывать версии. Это и снятие информации с канала связи, и различные другие мероприятия, которые дают возможность установить хотя бы фигуранта, которого необходимо отрабатывать. Поэтому, более того, если все-таки это профессионалы, надо же понимать, что они все-таки будут скрываться от следствия, от органов следствия, и применять какие-то хотя бы навыки, которые у них есть для совершения подобного рода преступлений, чем утруждается работа самого следствия. Поэтому говорить о том, что полгода и год это, наверное, не много или много, наверное, надо исходить из конкретного дела, из конкретных обстоятельств. Поэтому здесь я бы не стал четко называть конкретно срок, дату, времени. Ну, давайте тогда поговорим, в Украине очень много дел громких, резонансных, которые либо не расследуются, либо расследуются, но не с той интенсивностью, с которой хотелось бы общественности. Убийство Павла Шреме, просто то, что первое приходит на ум, прошло очень много времени. То есть, говорить все-таки какие-то разумности какая-то есть, безусловно, срока определенных. Там не бездействие идет, там идет просто отработка какой-то несуществующей версии, заранее тупиковой, и все силы бросаются туда. Это во-первых. Во-вторых, они скрылись с места происшествия. И в-третьих, самое главное, он может быть известен, исполнитель, но доказательств на него практически собрать невозможно. И самое страшное, вот бездействие прокуратуры, то, что вы говорите, мы постоянно мониторим судебные процессы и по поводу вот таких вот взрывов, и убийств заказных, и так далее. И мы видим, как реагируют суды. Самое страшное, это когда прокуратура выписывает нереальный механизм преступления. То есть, доказательства есть, все есть, но сам механизм, прописанный в обвинительном акте, не выдерживает никакой критики. То есть, фактически, человека обвиняют в том, чего он совершить не мог. Не важно, что он это совершал. То есть, он совершил, но не так. А прокуратура прописывает, что оно было совершено вот таким вот образом. Это такая хитрая уловка по развалу дела. Мы уже не адвокаты. Ну, потому что в суд приходим, адвокат его показывает на несовершенство обвинительного приговора. Да, будет и реактор. Невозможно с этого механизма, но ввиду того, что это сделать, так невозможно. Например, это в ночное время, то есть, как они пропишут. И, несмотря на все переизбыток доказательств, и люди в тюрьме сидят, и установлены, и чистосердечные признания дали. Все хорошо. А механизм преступления невероятен. Поэтому, даже если приговор устоит, у нас дело в том, что связка правоохранительная, полиция, прокуратура и суд, она разбита благодаря судебной реформе. Это совершенно три разных органа, которые конкурируют между собой. И суд делает реальный судебный контроль. И прокуратура, как бы, надзирает за следствием. Но, даже если предположить, что рука рука моет, ну, не выпускать же человека, давайте приговорим, а там будет видно, как это раньше была практика. Дело дойдет, разумеется, по такому классу обвинения до ИСПЧ, и там оно отменится. И человек получит компенсацию. За то, что он просидел в тюрьме, по несправедливому обвинению и так далее. Там правильно сказали в комментариях, что заказан ряд определенных экспертиз. Вот эти экспертизы, они устанавливают механизм преступления. И вот, если мы будем говорить о бездействии, это когда человека не нашли, посадили, а потом выпустили. Его отпустили за недоказанностью преступления. Потому что механизм совершения преступления был выписан, очевидно, неправильно. Просто здесь все как-то ведет к одной из крупнейших компаний фармацевтических дарниц. То ли ты переделал рынок, то ли опять сведение счетов. Не поймешь части, и сложно разобраться, так как журналисты ограничены в получении информации, в источниках получения информации и так далее. Вот последний мой вопрос, чтобы мы как-то подготожили нашу сегодняшнюю беседу. Методы ведения бизнеса людей, которые близки к власти. Это всегда, вот вы сказали, рука руку моет. Что это дает? Влияние на суды, лоббирование своих интересов, может, прописывание законов, которые помогают провести приватизацию, потому что все эти компании, отчасти, они же были и собственности государства. То есть, если мы говорим о фирме Дарница. То есть, в 2014 году киевский Борщиловский химфармзавод 30% принадлежали городу Киева. В 2014 году были проданы фармацевтические фирмы Дарница. Что вот это вот? Сейчас бизнес вести тем, кто власти проще и легче? Нет. Во-первых, дело в том, что не надо быть семипядей во лбу, что перед выборами, как я уже сказал, приезжают эмиссары от разных политических организаций к денежным фирмам, которые фирмы эти априори не бедные, и как минимум просят деньги на выборы. Как минимум на поддержку партии там. И, разумеется, обещают они не всеобщее благоденствие народа. То есть, за эти деньги они конкретно обещают какие-то конкретные действия. Денег своих они еще никогда никому не отдавали. Поэтому это делается действительно инвестицией. Взамен ее предлагается за бесценок в будущем, через 3-5 лет, предлагается по каким-то льготным условиям что-то там им отдать взамен. Вот, как вы говорите, там или объект недвижимости, или площадь, или территорию какую-то, или еще что-то. Чтобы наши зрители понимали, то есть, например, не будем называть там компании, пришли представители одной политики, представители одной компании, попросили у них помощи. Те сказали, хорошо, когда приведет в власти, примите определенный закон, согласно которому часть такого-то там имущества будет приватизирована под... Это не закон, это просто вот вы нам отдаете, это уже записано, вы включите в план приватизации, вот такой-то стратегический объект, те им пообещали, потом только они пришли к власти. И правила приватизации выписываются под какого-то одного, как обычного игрока. Правила проведения конкурса. Там прописываются правила проведения конкурса, а дальше начинается мошенничество со стороны этой политической организации. Как только они получают депутатские мандаты, они сразу становятся людьми влиятельными, политиками, неприкосновенными. И тот, который у тебя вчера валялся в ногах и обещал тебе золотые воры, сегодня ты к нему уже не подойдешь. Он еще и должность может иметь там председателя комитета и так далее. Плюс охрана, государство, государственное обеспечение. То есть, получить свое не так уж просто. Как правило, это все заканчивается очень сильными торгами, там дают им героям Украины, там звания дают, все что угодно. Но потом с болью и кровью разрешают провести это. Дело в том, что 450 депутатов в Верховной Раде, это все-таки не так просто. Один человек не может это сделать. Ему априори надо с кем-то договариваться, а тем более стратический объект включить в список приватизации, это достаточно сложно. Нужно сокращать количество депутатов. Нет, он проще, он просто прибегает опять за деньгами. И в конечном а то и то, на то и выходит. И вот эти фармкомпании, кстати, может быть такое, что они отказались, потому что их уже раз обманули, два обманули, три обманули. И может такой быть факт, что они просто не дали денег, и не даром Даровской сейчас рвется в депутаты. Потому что ему раз взяли деньги и ничего не дали, второй раз взяли деньги и ничего не дали. Сейчас, насколько мы знаем, они участвуют в Верховной Раде. Где будет закон о снятии неприкосновенности, и пять, под которого нет голосов. Потому что не хотят депутаты снимать. Нет у нас уже немного времени, хочу, чтобы вы завершили резюме адвокат сказал. Скажите, пожалуйста, то есть, вот четыре, все-таки, когда можно рассчитывать на какую-то, когда следователи могут прийти к одной версии? Я вас уверяю, она уже какая-то генеральная версия однозначно есть. Понимая и зная специфику работы Харьковского следственного управления, достаточно много профессионала. Более того, сопровождаются они оперативным путем тоже профессиональный работник. Я уверяю, есть она какая-то конкретная генеральная версия. Более того, я так понимаю, что непосредственно лицо, на которого покушались, я уверен, что он в своем заявлении все-таки написал, кого он подозревает. Это первая версия, которую должны были проверить следствие. Спасибо большое за то, что мы пришли к нам в студии, мы попытались разобраться в этом таком резонансном деле. У нас в гостях был директор общественной организации «Народная инициатива», представитель Международного комитета защиты прав человека Александр Амсиславский, а также преподаватель Международного академии управления персоналом, доктор философии Богдан Араченко, адвокат. Я же скажу от себя, от телеканала «Симон» о том, что медиагруппа объектив будет следить за итогами исследования этого дела. И, быть может, будем возвращаться в прямом эфире к результатам, обсуждать, потому что за каждым таким делом стоит в жизни не только одного человека, а и каждого из нас, по большому счету, от работы правоохранительной системы зависит наша с вами безопасность. До свидания. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok